Да, что если ни одна из тяночек не говорит голосом красного циника, тогда ничего делать уже не будет, бля, у Ванамаса с этим освещением и цветокором борода выглядит, как будто бы его лицом в говно макнули, просто такой мерзкий рыжий цвет. Ну что, Fallout? Я вроде бы начинал это тоже Fallout смотреть на стриме, нет? Он нормальный видос просто. Хмммм. Что посмотреть. Ну вот, у меня ещё есть канал старых видиков Никиты Рейнджера. Вот, коротких. Про гобли на Аправанамаса, байки от Рейнджера на три минуты. Короче давайте их смотреть. я с категорически я с категорически приветствую вообще сегодня я снимаю с руки поскольку моя подставочка которая 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 является кружки заго у него тут геймер см от конфиг бомб вот эти два ебаных вентилятора они еле крутятся вообще вот тут есть звуковая карта снизу ее блять видеокарта и вместе они греются что какой-то ёбаный риск нет эти два вентилятора другой раз торец к или справляется ну ладно это все не то мне тут сказали что мои видосы показали дмитрию пучкову что является гоблин стайл и знаете что я вам на это отвечу я охуитель я просто мега пиздатый мужик он оценил меня как малолетний долбоем сам дмитрий пучков сказал что я долбоем а что добился ты неудачник хули ты хотел добиться блять но короче я вот вот в данный момент я нихуя мы не могу вам обидеть это просто вентилятора с подсветкой которые просто стоят на столе около компа если то я могу сказать вам только что вы поступили неправильно отправляя всякие блять как калькальный трэш не знаю людям ну которых вы знаете по там дмитрия пучкова и прочее ладно я понял так байки от рейнджерам старый обзор по нфс обсер 100 500 еще старый обзор на озона обсер озона новый про рэп нормально знаете вообще что я хочу сказать по поводу фоллаута знаете начнем с самого блять начального начала вот сижу я шарис в интернете а там новости новый фоллаут разрабы все обещают что это охренительная супер-пупер мега игра все рассказывают какая же она у них получается здравая какие технологии в ней ебать то улера я такой ухты как это круто и как дебил жду этот кал более двух месяцев потом он выходит в игровых журналах написано что это здравая игра в обзорах тоже я такой бля это же охуенно пойду и куплю и и знаете что игра я 10 минут играю 20 минут она все говно и говно да и судя по таймлайну это он про нью-вегас играл уже до мега сюжетных событий она все все равно говно и бац игра кончилась и вместо концовки какая-то собачья кончина и я такой блять чё за на или про тройку дерьмо где игра ёпта это как если бы вместо игры вас заразили спидом а то это пипец какой-то а вот вторая часть истории сижу здесь байки примерно как у банана про работу на ну я такую компа шарис в интернете и тут в игромании охуительный физер новые нфски я такой бля буду да неужто свершилось неужто выйдут нормальные гонки жду игру что аж яйца посинели правда потом узнал что это никак не связано с ожиданием ну вот я ее дождался купил пришел домой блять весь спастил не раздетый прошел по ковру воткнул и установил попута получая пизделеет мамы и дом русру и на ванаго стоит мать его новый нфс не подведет и вот играют 10 минут 20 минут 30 минут и такой думаю чё за хуй там блять включая мультиплеер и то же самое та же сама херня охуеть я столько пережил а игра говно но почему я только один так об этом думаю его третья часть истории сижу я у компа шарис в интернете и тут бац бля буду офигенный обзор но около в дьюти настолько божественно я такой господи я никогда не видел ничего круче чем эти ролики чем эти отрывки чем эти божественные слова всех тех кто ее хвалят я такой блять я должен должен ее купить пошел я в магазин купил пришел устал начинаю устанавливать и блять уже пять часов прошло она все никак не установится сначала какие-то компоненты грёванова штемп два часа загружались потом она три часа сама устанавливается наконец-таки я нажал на ярлык и какие-то подготовки мы ждали уже очень долго пророчество гласила обзор про игру конец говняным гонкам и когда все отчаятся и опустят руки появится она 2010 год фс фон персует так а теперь серьезно все ждали новый фс я вас не слышу но по крайней мере я точно ждал давайте чуть-чуть информация сколько вообще нфс ок выходила вы не поверите уже 15 штук самая первая паска вышла аж далеком-предалеком 1994 году но углубляться в детали не будет после провального нфс ультер ковер который все ненавидят предкребастер вышел вполне вот струячим потихонечку но это то ли симулятор то ли не симулятор какая-то размазанная фигня потом вышла нитро который есть теперь я хочу найти эту песню что песня классная честно не играл вышел вор который тоже по моему отстой и наконец-таки вышла новая часть вот пустует или персует я не знаю как читать конечно же все ждут от гонок а уж тем более от нфс это новые крутые тачки тюнинг физика разрушения все дела и сегодня мы посмотрим что же приберегла для нас новая часть менюшка навеивает мысль на фильме терминатор 2 там тоже была дорога желтыми полосками и какая-то звучная музыка игра по всей видимости заточена под игру по интернет и как бы особо не заморачивается о том что есть компания и что как бы вроде бы как бы сюжет должен быть поэтому сюжета в игре ни хрена нет его нету настолько что это фига они вход персюте 2010 года вставили настоящее видео вставки типа как в первых играх ну за это моя повага так сказать это какой-то пипец вам рассказывают что есть некий какой-то город в котором самые крутые быстрые тачки гонят и самый крутой быстрый полицейский патруль и все рассказывается что вы гонщик и короче вы гоняете зачем почему ничего про это не говорится конечно ведь тупому стритрейсеру главное лишь бы погонять но если вы будете играть в карьеру вы очень разочарует подождите точно ход персит 2010 года не ход персит оригинальный вы только подумайте в этой игре нету гаража нельзя закиндовать машину физика упростилась до жутко платформенного варианта куда-то врезаться сломать машину невозможно вы зарабатываете очки розыска или очки опыта или это деньги мне не вполне ясно но это же не вполне ясно все же плюс 100 500 где первая часть старая обзор на зона здравствуйте дорогие телезрители благодаря вашим многочисленным просьбам и ссылкам на некоторые видео я наконец-таки набрал достаточно материала для не за для обзора троллинга в общем-то если кто не знает делаю я это из убеждений в своей эпической битве против дерьмовых обзоров обсирая и желая тем самым чтобы люди боялись делать пиво но иначе я хабасу вы открывает наш топик 2 долбанат а конченая глотающая сперму девчонка с ником витян которая делает кончилыжные обкуренные видосы которые смотрят только тупые быдло лесбиянки блин потому что и сама на лесби эмма рыцарь всех тупарей озон 671 рыцарь всех тупарей вообще никак не расшифровывается прошлом тоже большую кассу идиот а быдло пьющие ягуар и глотающая шня в чем коза этого пердилья видео стало очередным засиранием интернет просторов поэтому подобные высеры в интернет не заливайте вот если бы они начали раздеваться и ведь она начала сосать членом озона также как а зоны у медисона вот это было бы действительно круто возможно ее взяли бы тоже на виртуалите но это полная ложня финал блять жарева в попу это вот как называется один гей вызывает на дуэль другого гея сходите в армию неудачники до рейнджер походу же был в армии да счастливый илья мудисон в своем блоге написал что на игре мире не будет его я долго думал почему в чем причина потом не попался видео озона которым говорится что он на нем будет это ясно чё они шкерятся и так граб с вами озон с вами стадины первая игра это рост это очередной унылый обзор озона в котором говорит так буду него член во рту но отличительный а где можно посмотреть разные интересные видео с дронов от одной интересной военной организации в телеграм-канале это интересные военной организации так там все 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 выкладывается все в открытую сказать никто ничего не прячет вот видео в 4к ну конечно там телега пережимают но типа снимают дроны в 4к то что в нем есть дмитрий киселев и дмитрий киселев рассказывает про другую игру на денди но озон до его обзора взял и всю информацию с киселевского обзора рассказал зная силу тупости озона и абсолютно на сто процентов знает что он сначала посмотрел дивен кусок а потом из него взял какие-то фишки и чтобы не показаться на его фоне тупым рассказал их до этого но мы-то все знаем что он тупой но послушаем подождите у озона есть коллапс киселевым как озвучил наши есть да это рейнджер у этого видео 96 просмотров данным дур детский контент и принципиально контент я принципиально не смотрю поэтому котина дмитрий киселев игра со сложно произносим коллапским с говном звание не кицу какой-то дэнсэцу конечно же являет сначала все вроде бы нормально дима как обычно хорошо звучит те но потом начинаешь замечать что дима говорит так будто одновременно нанирует и угорает от мысли скоро возьмет озоновский член себе в рот нет вы только сами послушайте на старом гигантском черно-белом телевизоре чем хороша игрушка по ходу озвучки напор педиковского угарания становится настолько сильно что и сам начинаешь рейнджер был таким базированным секс то угорать и чувствует себя рыжим зависит ваша сила скорость ударов количество жизни и даже количество супер приемов а после этого момента меня просто рвет от смеха он с таким захлебывающимся желанием говорит о том что можно тут вели речь об одной довольно знаменитой организации которая в честь которой моря назвали менять своего соперника и явно думает об озоне системы же боя очень разнообразно четыре героя разных боевых школ у каждого свои броски удары ногами руками а ведь есть еще супер удары которые вы можете кисель типа снял то чтобы сам себя в тошнольги включить или что делать только обняв партнера еще очень привлекательный как же до такого опуститься а ведь когда-то не я не думаю что рейнджер гомофоб гомофоб бы никогда бы не стал отыгрывать персонажа мимо гея и каждый раз для этого типа краситься в мимо гея дмитрий киселев выпускал такие хорошие видосы а сейчас он превратился в законченного педика но чем этот обзор еще привлек а тем что озон в титрах его не указал хотя указал каких-то левых людей которых в обзоре вообще не было спасибо вам большое до новых встреч до свидания дэнди ностальгия пока да рейнджер базированный ирка из конфи марго не даст соврать да бля конечно такого кроссовера я наверное вот вообще не вот наверное самый странный и неожиданный кроссовер типа из всего моего youtube пути это когда я узнал о ком на самом деле была история ирки из конфи да интернет есть ума не надо вы только вчитайте что озон написал авторы озон 671 ведущий ягуарчик андрей теренков это же есть озона сон ты понимаешь что ты и есть андрей теренков то есть и особо будет тоже оператор дмитрий шмаков какой нахрен оператор ты же даже в кадре не появлялся тебе надо было написать программа записи видео фрапс бандикам видео поддержка студия gold finger видимо это студия снимает порно где озон подрабатывает есть также некоторая категория людей у никому которые пестрят юмором даже сами того не понимаю комментировать их высказывание абсолютно невозможно можно просто их собрать в кучу и дать послушать как вы поняли речь сегодня пойдет о недавно вышедшей игре метро 2033 это на похоже на stalker поэтому здесь можно услышать знакомые звуки которые мы уже слышали в stalker твой мозг размером чем-то похож на грецкий грех поэтому людская зона всегда ограждена блокпостами и вооруженные мужики охраняют покой детей и матерей сейчас я думаю должно было пробить на патриотизм ситуация оказывается наш главный герой артём прожив всю жизнь метро он ни разу не видел солнечный свет зато с детства научился ловко обращаться с оружием это мы чё блин за террориста что же играем при входе в зону радиации вам следует надеть маску с кислородом причем нужно следить сколько они все родом финал иначе скорее зон сталь урёте от радиации маски оружие патроны медикаменты вы можете купить на рынке или найти в ящиках вот если вы стоп его зону из аудиокнига то нельзя было сделать это было бы полезной информации скорее всего вы умрёте от радиации мы скорее всего умрем от тупости твоего обзора дальше какой-то мега анонс аж на две минуты какой-то школа ты обрываю в анонсе раз простите здравствуйте всем привет всем сказывает что будет рассказывать нам про какую-то игру но послушайте тупость фразы которую они сейчас произнесут вообще вот хотелось бы пару слов о нас сказать то есть вот мы отцы контракции контрим и уже примерно два года отцы контролеры вы не доделаны когда вышла контракт вы только родились есть даже фанатские экранизации этих книг так почему же вы молчали все это время вы можете быть от сами анонизма в этом я вас не уверен сами игры в которую вы глаза тоже не видели это уж вы очень самонадеянно заявили ролики одного и того же автора молоко города он самое лучшее молоко во всей вселенной реклама дрочки телекомпания фаннет представляет свой новый продукт мукорова насколько нужно быть тупым насколько тупым тупым насколько чтобы не запомнить текст и перед камерой читать его на бумажке сверх тупость это тупее озона я вам я вас уверяю парень ты даун по сравнению с такими да он не даун а кинескопный моник имеет и бунту уважает привет лайфпи даунами как ты даже люди с отклонениями типа обзорщики гамаза выглядят реальный гений телекомпания геймбарс представляет прилет в школу судя по состоянию школы по количеству криков это видео если смотреть без звука можно главный вопрос почему это в видео почему он переключил все сезона каких-то рандомных шкалеров приняется какие-то страшные хроники террористических атак или начало там я не знаю войны и съемку любительскую но варящийся на экране хаос абсолютно непонятен зрителя все бегают и орут возможно вы считаете что это видео смешно это видео полное говно оно не смешно оно засоряет интернет из-за таких дебилов как вы у меня маленькая скорость интернет в интернете триллиарды гигабайт дебильной памяти сервера забиты всяким аналом и анусом зачем вы так с нами за что мы вам вы шкалеры не доделали здравствуйте это команда сектор 39 и я ее ведущий энди вот моя фотография также со мной есть парень мистер колобок но правда эту программу я буду вести один зачем было говорить про парня если ты будешь вести эту передачу книга зона как-нибудь такое передача бабулины обзоры с вами бабушка нефитишна и дедуля Борис Чеменович так стоп это тот чувак блять что ли который на галину бланку собирал который голоса умел я умею менять голоса надавra чувак умеешь писать голоса успокойой ночи хлип Что это? Что это за грёбанное дерьмо? Что это за дерьмища? Вы можете мне объяснить бабуины обзоры? Скрипте по полдерсу. Как, блядь, можно было до такого додуматься? Как такое? Это рок-альбом. У Азона есть рок-альбом? 18+. Мы с братком поехали на море. Мы едем нормально. В электричке едем, сидим. Отлично! Вот мы зашали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы вот нос. Не смотри, это моя баба, я её ебу. Боже, что в подъезде, тебе это не понять. О, еее. Окей. Эх, блядь-то надо. Ну так уже, около закругляемся. Как говно можно было сделать? Всем привет, с вами Папси Мэн. Это мой первый обзор. Я хочу спросить, много ли мы знаем о играх, которые выпускались на русском языке? Блядь, блядь, да ну нахуй, блядь, этого не может быть. Нет, да, не вижу. Господи, как? Как такое можно сказать? Я хочу спросить, много ли мы знаем о играх, которые выпускались на русском языке? Блядь, 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 блядь. Что? Кассия, да, нам даётся шанс выбрать свой профиль. Конечно, создадим его. Господи, пацан, ты же убьёшь меня. Выслушайте. Я в норме. Ну, а второй части этой игры. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я Рейнджер, довольно известный тролль. Пожалуй, самый известный тролль в России. И, если честно, я могу вам сейчас рассказать одну историю. Вы знаете, что я делал обзор на Зону, если кто в курсе. Мы с ним пообщались. Да, были ролики, были нюансы, из-за которых я считаю, что он полный дебил, баран, как я говорю. Но об этом попозже, придурок. Ну, давайте попозже поговорим об этом. О настоящем поговорим. Я сегодня, точнее, вчера посмотрел видео его на Новый год. И со своей подружкой. Это достаточно известная подружка. Она встречалась не только со мной, она довольно много с кем встречалась. И она тоже была в шоке, как и я, в принципе, от того, что увидела. Но, учтите, он мне сказал, что все нормально. Правда, он говорил-то не мне, а Гиксу. Вы начинаете. Пусть трепещет интернет, ведь тролики бьет. Усмелеет кружный час, и пусть боится его. И победу светит знак, ведь Рейнджер крутой тролль. Рейнджер тролль, он сможет все ты и я. И внести все его друзья. Ну что ж, дорогие телезрители, начнем мы с его творчества. Унылого, как член импотента, которого пытаются разбудить сиськами Арбакайта. Если кто не знает, кто это такой, то тупой гиббон, до сих пор задротничающий в свои 27 лет в компьютерные игры. Называющий себя гейм номер один в России. Ну, начнем штудировать его творчество. Просмотр... Самый угар в том, что спустя 11 лет сам Рейнджер сидит и на 3 с половиной землекопа что-то там стримит танки, а Озон силен как никогда, тупо занимаясь тем же самым. Всех вот тупых роликов был подобен засовыванию себе в жопу чудо-югурта. В надежде, что произойдет чудо. Больно, неприятно. Я думаю, мне стоит дождаться экранизации книги Озона. Чудо не было. На следующее утро, и я не вру, с утра я высрал килограмма два говна. Видимо, так его обзоры уходили из моего тела через анус. Его обзоры разбиты на две категории. Первое, это обзоры игр. Ту еще говнецо. Второе, обзоры то, что он делает между обзорами игр и фапанем на Филиппа Киркорова. Видео направлено на то, чтобы показать, что Озон на самом деле нормальный парень, такой как все. Ну знаете, то, что делает Мэтт чисто для фанатов. Его же фанаты видят, что он такой же тупой, как и они, и им это нравится. Если игровые обзоры унылые до абсурда говно, то то, что второе говно уныле и говна его обзоров, я просто поверить не мог, но это факт. Итак, встречайте. Великий и ужасный первый геймер в России Андрей Теренков. Да, я знаю, это выглядит как какой-то пиздец, но мне было просто интересно, что он будет делать дальше. И дальше наша Неандертала начала показывать, как он зажигал на танцполе лет 10 назад, знаете, когда танцы складывались только из прыжков и маханий руками вперед. Бля, это пипец, это хуже, чем мне, я не знаю, хуже, чем чего. Ну, это просто пипец. Потом Азон пытается пародировать какого-то нерусского хачапури, но у меня с этим видео только одна ассоциация. Но услышать в этом видео чего-то более внятного, чем невнятной хрени, вы и так не сможете. Кроме того, что Азончик не держался и схавал огурчик. Азончик любит хавать. Хавая мое говно, как я сделал. У нас тут обзор на... Дальше Азон пытался записать домашнее опорное видео, но, видимо, никто из участников не захотел с ним переспать, поскольку он жирный кусок говны, а сами гляньте. Не, Мозилла, чтобы походить по всяким ютабам, да? Мне, например, не нравится Мозилла. Блядь, сука, кисю жалко. Вмазал бы тебе за кисю, зверофил гребаный. Черт, я еще не знаю. Ну я так, мне кажется, говно кто-то написал. Долбоеб. Его видео не все можно комментировать. Просто он кретин. И я хочу вам это показать. Даже понял, какой же он Петя Чмоша. Она вот все равно. Права фидбок, Оля. Вы знаете, но явно, наверное, сейчас вообще играл, вот ты знаете, когда я поиграл, там была вот такая большая, потом была такая вот. И когда вы едешь, там, ну ты знаешь, да? В этом видео Озон рассказывает про высокоинтеллектуальную игру Тетрис. Конечно, для столь слабого мужичка это была перенагрузка. И вот что получилось. Подобный говно высер. Мне кажется, это пародия, типа, на, может быть, на Кузьменко. Или, знаете, может быть, даже на Рафу, типа, на интеллектуальный обзор от Рафы. Да-да, это полный капец. Если другие обзорщики пытаются показать, что они угарные челы, что Школолон не зря на них анонирует, что они козят между обзорами и вообще прививают тем самым себе еще больше любовь, то Телзон показывает, что ты тупой, недоразвитый петух. Тупиковая ветвь эволюции, которая каким-то образом умут... Газон здесь, возможно, под бутератом. ...смудрилась дожить до наших дней. Я вообще удивляюсь, как у Палтики-семерки и коктейля Ягуара появился такой дебил, как ты. По идее, должна была быть смесь что-то вроде Ридбула, я не знаю, или другого энергетика. Ну, получился за тупок. Внимание, пойман. Там масло. Я не знаю, чью кончину он сплевывал, кроме моей, но плевать дома это что? Это должно быть круто? Он же реально плевал себе на ковер. Родина, каким дебилом надо быть, что такое делать? Может, он ссыться в постели и какается, озонщик? А с Луни поговорим, а я грею фуок, бля. Да, видно, его родителям приходится тратиться на памперсы. Здравствуйте, дорогие друзья, международно. И спасибо Илье Севенникову, который работает в МВД России в Москве. Который предоставил информацию по двум людям, которые меня в интернете троллили. Всего лишь по двум? Да тебя миллиард людей в интернете троллит. Господи, да ты как уже, как платформа, как ждет опосадочная полоса у троллеров. Если с кого начинать, так это именно с тебя уже. Троллер. Проверено, у тебя, наверное, попа уже там всяк гладкая, ела мотал. Вас посадят, и я думаю, это будет хорошо списать такие... Всех, кого... всех, кто троллит Озона, посадят. И это будет хорошо. Ну, суть в том, что Озон... Озону снится, как он становится тем самым тортом Мэдисона. Все, доволен? Видит, что каких-то двух троллеров посадят в тюрьму. Одного на два, трого на четыре года. Абсурдность данного заявления, что кого-то посадили за троллинг на четыре года. Это все троллинг Озона. Иногда за убийство столько дают. А тут за троллинг какого-то дал боящера. При этом, по декорациям, сам говорит, это в каком-то сортире уличном. Знаете, такие квадратные сортиры и посередине дырка. Если подскользоваться, туда можно вниз головой упасть. Вот он, походу, здесь у стоколки сидит, а может ты застрял. Это просто пипец. Я знаю, он перед мне сейчас звонил. Узнавал там полностью. Он сказал тебе вот так вот. Так что... Повинчьте тротти, школьнички. А не заглотит ли тебе хуйца? Ты подсирала на заднем плане. Следующая видео Озона. Он зачем-то снял на веб-камеру с Ютуба. Я тоже хочу быть крутым, поэтому я сниму его видео на свою веб-камеру. Да, примерно так же мысли и тоха, что интернет нужно контролировать на плохих людей, которые пишут гадости важным людям. Да, говорят, статьи хуже изнасилования нет. Вот тут как спросят, за что сидишь. В общем, смысл видео очень грустный. Озон весь такой замученный, измученный обзорами уходит из обзоров. Соответственно, вроде как бы я должен расстроиться, но я радуюсь. Радуюсь, господи, почти что до слез, что этого дебила наконец-таки не станет. Роману... 22 просмотра. Входит. Ой. А пофигу, Озона зовут Роман, а фамилия М. Фамилия, не буду сказать, я уж не сволочь. Роман М. Так зовут Озона, ха-ха-ха. Какая я сволочь. Так что Роман хуй в карман, свалил нахер с обзоров. Угу. На итоге свалил Никита Рейнджер. Так сказать, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Итак, здравствуйте, дорогие телезрители. Ёпты, пришло время сделать обзор на новую восходящую звезду. Нового долбаящера, чувака с ником 100500. Поехали, бля, буду. Итак, чувак с ником 100500. Настоящее имя. Максим Очкалис. Начинал свою карьеру как дешевый гей-проститутка. На панелях Москвы искал клиентов. Но популярностью особо не пользовался, поскольку был некрасивым. И дрищом. Миньет 10 рублей. Очко на час 50. На 2, 8, на 3 и больше. Да, на самом деле, Озона сильно тяжелая судьба и издевательство в армии. Потом смерть любимой девушки. Да. Скидка 10 рублей с каждого часа. Заказы на банкеты и праздники по особым условиям. Первым клиентам абонемент на одно посещение очка. На этой же унизительной работе он заработал пару венерических заболеваний. Но выздоровел. Правда, не обошлось без кастрации одного яичка. Однажды его заказал Камикадзе Ди. Ему понравилась его туго очко и актерская игра. Камикадзе сообщает, что когда просил Максима изобразить хрюшку и повизжать, Пусть он посмотрит на жену Макса сейчас. А что с ним? То было такое ощущение, что порешь настоящую свинью. Камикадзе, в свою очередь, не мог упустить такой талант. Можно с ним работать и трахать, что может быть лучше. Устроил для него прослушивание у продюсера. Продюсеру тоже понравилось, как он визжит. И теперь чувак с ником 100500 светит нам с экрана. Это проституточка нового интернет-тиви. Вот так это было. Итак, давайте посмотрим, что у него интересного есть на храничке ВКонтакте. Имя Максим Галополосов. Черепаха тупая, что ли? Или чё? Под острова, что ли? Косишь, дебил. День рождения, 89-й год. Так, а хера ты? Пизды в армии, мудила из Нижнего Ра. Деятельность, ебашу, поп-панк, твою мать. Интересы. Гитара, скейт, поп-панк, хардкор, концерт. Элленс, Эксбокс, 360, PS3, Wii, DS. Ебашу типа панк, not to drink, not to smoke, lots of stuff. Куда ты там вообще? Родной город, Сан-Диего. Я думаю, твой родной город это мусорка справа, ёпты. Помойный ящик. Не знаю, твой родной город где-то там ниже Плинтуса находится. Есть подруга. Да какая подруга? У тебя либо левая рука, либо обе, ёпты. Жигала херов. Религиозные взгляды нету. Да потому что дрочить у тебя эти религиозные взгляды. Стыдно признаться. Есть сестра. Но не будем обсирать её. Деятельность. Ебашу, поп-пункт, твою мать. Я думаю, твою мать тебя в очко ебашит. Ёпты. Интересы. Всякая херня. Алиэнс, Xbox 360, Sony, PlayStation, VDS, Xbox... Любимые цитаты. No gods or kings, only man. Only for mad. Как пел Вис Виталис. Xbox для лохов. PlayStation рулит. Любимая музыка, но всякая херня для обкуренных идиотов. Фильмы он не смотрит. Любимые телешоу, телекон, тоже не смотрит. Книги читать не умеет, поэтому только сжигаю. Любимые книги, сжигаю книги. Любимые телешоу, не смотрю телевизор. Любимые фильмы, A lot. Любимые игры, Skate the Darkness. Блядь, утонченный человечек. Half-Life, Be a Shock, Tony Hawk, Prince of Persia и Quake 4. Ебать, это говноед, блядь, Quake 4. Сжигает их какой-то деградант, баран. Я вообще фигею. 252 подарка у этого деграданта. Это 252 деграданта такие же, еще даже хуже, чем он сам. Доброе утро, канал Minus. 24 тысячи поклонников. Да, чувак, тебе можно секту уже открывать. И где-нибудь в горе там, в норах, за крысицах. Я вообще в шоке от такого количества людей, дебилов. И че, вообще тупые, что ли? Ладно, посмотрим, че у этого дебила есть в альбомах. Итак, на вот этой фотографии видно, мы видим его точку, на которой он работает. Правда, он снялся днем, поэтому он в обычной одежде, а не в своей кожаной курточке. Так, на вот этой фотографии мы видим этих каких-то двух баранов. Один из них орет, другой тоже. Я думаю, оператор сказал, что даст сотку тому, кто первый отсосет. Вот они и на перегонки, кто быстрее возьмет в ротик его членик. О, посмотрите, какое дерзственное гейское животное. Вот мудила-то. Я в шоке. А вот наш мудила плавает в воде. Посмотрите на его улыбающееся и вообще дикое лицо. Вы думаете, чему же это он так радуется? А вы посмотрите на цвет воды. Думаете, она должна быть такой желтой? Нет, это он плавает в луже своей собственной мочи, которую он нассал. Так, теперь наш чувак. Или я вообще хер знает, что это за чувак. Какая-то нерусская чурка или... Это он в молодости? Я вообще не пойму, кто это такие. Но это тело снова у себя на кухне где-то фотается. А где ковер, я не пойму. О, вы только посмотрите, какой милый шалопаечек, а? Вот из таких вот и вырастают такие дебилы с никами 100-500. Если бы я его встретил тогда, когда он очень мелкий был, я бы обязательно заткнул его рот своим членом. Смотрите на этого маленького шалопаева. Я думаю, вам тоже охота сделать то же самое. Воткнуть ему в рот, чтобы он заткнулся и больше никогда не делал свою мимимимику, как говорит тупая улитка. А вот наше гейское животное в луже собственной мочи в полный рост. Вы посмотрите на это дряблое, хилое тельце. Как бы дал ему в нос и всё, блин. Тей луже мочи покрасилась бы в красный цвет крови. Судя по его плавкам, размер полового органа у нашего проститута менее 8 сантиметров. Так, вот это фотка. Вы видите? Нужно приближать. Чистейший, концентрированный хейт-спич. Просто ненависть. Видите? А сейчас ещё не видите? Давайте ещё приблизим. Чё за хуй дорисует. О, Господи, что это такое? Это полный пипец. Видимо, он фотал себя на работе. Итак, посмотрим, чё у этого долбоящера в группе творится. Итак, описание. Клуб по интересам. Нам интересно смотреть плюс 100 500. Нихрена мне не интересно смотреть плюс 100 500. Клуб любителей смотреть плюс 100 500. Ну, это же прекрасно. Чё за описание такое-то? В натуре секта, что ли, какая-то? На аватаре мы видим этого чувака, но почему-то вклещатые рубашки, а не а-ля Ягуар. Я вообще удивляюсь. В друзьях есть Гамикадзе Ди. И какие-то чуваки, которых я вообще, если честно, не знаю. Максим Крылов. Крылов это чё-то знакомое. Какой-то мудило тоже. Я вполне в этом уверен. В общем-то, в группе нихрена интересного нету. Да, на самом деле, типа, Рейнджер реально злее киселя с Биг Брейном. Вообще, все видосы данного чувака разбирать неинтересно, поскольку они полный ноль. И несут никакой информативности и интересности. Более ненасыщенного творчеством видео трудно найти в интернете. В этом видосе он, типа, пародирует какого-то хернячу, он вообще пародирует. Помнится, Мудисон тоже одно время пытался, типа, под чётких пацанов там пародий делать. Вот это, наверное, тоже такая же шняга. Здарова, ёпта, бля. Меня Кирпич зовут. Какой Кирпич? Затычка в заднице тебя зовут, ёпта. Ну и во всех видосах наш чувак просто тупо выдавливает какие-то плоские шутки на уровне третьего класса. Из происходящего на видео. Вы понимаете, что сам он ни хрена не делает. Он просто берёт смешное видео, от которого просто ржёшь. И ещё добавляет его какими-то тухлыми комментариями. Вот и всё творчество. Так любая обезьяна может сделать, ёпта. Любой ребёнок. Взять смешное видео и чуть-чуть его откомментировать. Офигенная творчество. Всё, у нас просто кончился. Ну ладно. Окей, я думаю другие... Хотя, опять пять минут ещё. Здравствуйте, дорогие телезрители. Недавно мы обосрали Илью, признались его девушке в любви. Но пришло время уничтожать Максима Голополосова, а именно ведущего проекта 100500. Да, помню как я обсирал его. Сделал аж три обзора. Который видел сам Мэтт. И как он утверждает, Макс безвольный уёбок, который даже не понимает, что он фабулярен. Денег за это не получает. И работает перевозчиком пиццы на мопеде. Мэтт, его лично встречал. Короче, всё как я описал в прошлых видео. Но! Может всё-таки что-то изменилось. Еее. Ну, короче, взглянем обратно. На его страницу. Вот мы видим улыбающееся фото. Будто его... Опасный... Блядь, он каких-то говнотулбаров все поны устанавливал. Идиот, блядь. Поцик. Блядь, да оно такое милое, что охота стать геем и выебать его. Ёлы-палы, блядь. Ладно, написать этому милашке нельзя. Зато можно подписаться на обновление. И, конечно, добавить в друзья. Блядь, какого хуя, Макс, я вообще у тебя не в друзьях. Я добавлялся. Блядь, это же пиздец. Ты из 10 тысяч нашёл меня и убрал из друзей. Вот, вот и гнида. Другие действия. Отправить Максиму подарок, смс. А почему нельзя отправить Максима нахуй? Думгай от мира видеоблогинга начала десятых. Я отхочу такую функцию. Эй, дуров. Главный педрил выконтакта. Сделай, пожалуйста, не очередную поебеть, а посылание Максима нахуй. Раньше у Макса говорил, что сейчас всё закрыто. Остались только его унылые интервью. Из которых можно сделать вывод, что сексом он не занимался. Следующий вопрос. Когда последний раз был секс? А я не помню. Древний. Блядь, какой-то клип. Блядь, я хуеваю с Макса. У него нет даже камеры заснять это. И, блядь, это заснято на чьи-то смартфон, сука, Макс. Ну, ты фальшивый ёбок. Но я до сих пор представляю, как ебу его в зад. Так, какие видео. Вот, блядь, весело ебашить себе электрошоком в жопу. Блядь, а вот ролик, как он и его друзья дрищи качаются на улице. Причём Макса тут только в последнем кадре показывают. Ну, парней, можно понять, Макс ещё не популярен. А для того, чтобы ролик набрал популярность или схватился в говно, ебало Макса показывать надо поменьше. Ну, блядь, когда другие рисуют оружие, тёлок, роботов, Макс рисует как гей. Бля, у него сценарий есть. Сделал сальто и ставил своему другу хэдшот в голову. Ну да ладно, переходим в его группу. Ну, тут всё по-старому. Описание, стена, комменты оставлять нельзя. Короче, скукота. Вот, это же Камикадзиди. Несёт какую-то хуйню про армию Путина. В чём там смысл и откуда растут ноги, я так и не понял, как и что автор вообще хотел донести этим роликам. Хотя я за то, чтобы баб призывали в армию, а лучше, если это даже сисечная армия. Короче, Камикадзиди патент, и только так можно объяснить его предъявы сисечной армией Путина. Ну ладно, зайдём в альбомы. А их тут аж 139 штук. Так, девушки и парни, девушки и парни. Блядь, а это ещё что? Это, это чтоб у школьника был лишний повод зайти и подрочить в эту группу? Как связан Макс и сиськи? Следующий вопрос, когда последний раз был секс? А я не помню. Что значит слово Тасти? Альбом надо было назвать школьник подрачи. Что это вообще за разрад? Пришлось, пришлось, делая этот ролик, пару минут передёрнуть. Однако, Макс, я за это уважать тебя не стал и до сих пор представляю, как штури тебя в жопу. Так, и тут альбом угадай машину по фотографии. Блядь, ладно стоит альбом... Сколько всего раньше было в группах ВК? Люди там просто жили и постоянно какую-то хуйню придумывали. Группа плюс сто пятьсот, альбом угадай машину по фотографии. Если сидят, типа, да, ну я думаю, это Вольтваген. Угадай группу, а фото это тяжело. Но угадай по фотографии, что Нива это Нива, в общем, как-то туповато. И каждый раз, когда я выхожу из очередного альбома, мне... Да что-то не было там, там всего лишь лобок показали. Да что вы, блядь, на ютубе как первый день? Надо пролистать мимо жопы сисек и приходится снова передёргать. Главное, что он сейчас не начал дрочить на камеру. Я ещё делаю обзор и так не дрочил ни разу, как тут. И снова альбом с сиськами. Да сколько ж можно-то? Как тебе мои сиськи, Макс? Так, ну перейдём на Карамбу, которой Макс как-то давно чё-то там хвалился. И рубрики, видео... Короче, Карамба отсасывает хуй. А её авторы уёбки. Все, кто причастен к её созданию, я ебал вас в рот. Короче, мне тут не понравилось. Вы спиздили стиль у сайта Тупичок Гоблин. Блядь, ну... Такого я ещё не слышал. Посмотрим последний ролик Макса, что ли, чем вас порадует. Павелу смертную рыбабу. Чему она так долго отвечает на первый вопрос? Её же просто спросили... Ну, заебись. Чувак прикалывается над баба-мужиком, у которой... Блядь, Макс, у неё проблемы со здоровьем. Какой-нибудь, блядь, даунизм. Какого хуя, Макс? Что ж ты такой ёбок-то? Блядь, прошло уже, наверное, полгода. А ты до сих пор остался дрищевским мразе, что стебётся над больными. Ну ты ёбок. В общем, порассмотрев три его ролика, я понял, что засыпаюсь, что контента шуток нет. Что всё это спизжено у Рэй Вилё. Доброе утро, Ангел смерти Максим. Спизжено. Да я вообще как-то скучноват, а Макс несёт тупую поебень. А я с вами прощаюсь. И почему она или он? Следующий вопрос. Когда последний раз был секс? А я не помню. Древний. Ну, у Дворецкова нормальные просмотры для его контента, мне кажется. Типа, Дворецков. Так.